Итак, уже второй раз, извиняюсь за то, что я вас вырываю от видео, но хочу предупредить сразу. Информация о правилах и геймплее на сервере будет находиться на моем дискорд сервере, который будет по ссылочке в описании. Присоединиться к этому серверу может любой желающий, будь ты обычный мой зритель канала или подписчик, давний подписчик, просто чувак, который смотрит Майнкрафт. Присоединяйся, будем вместе играть, чем нас больше, тем веселее. Ну, а теперь приступим к видео, которое я снимал в сценарии. Это я построен. Итак, народ, в этом видео я хотел бы вам показать, какие моды будут добавлены на наш новый сервер. В основном я вам покажу только самые интересные и масштабные. Начнем мы, пожалуй, с мода на новые книги. Эти книги будут увеличивать шанс получить какое-либо дорогое зачарование. То есть, в отличие от обычной книги, у Незеритова будет, ну, шанс примерно раз в пять больше получить, допустим, какую-нибудь книжку на силу пятую. Но, извините, и крафт будет не дешевый. Точно так же один из модов добавляет еще парочку новых книг. Удача дешевого ремонта. Думаю, название само за себя говорит. И Взгляд края. Взгляд края позволяет вам зачаровать шлем и при этом не агрить на себя эндерменов, если вы на них посмотрите. Следующий мод добавляет разного рода факела, которые что-либо отключают. Допустим, спаун яйца рядом с курицами, отключение звука в определенном радиусе и спаун мобов. Вот эти вот два факела. Я до сих пор не знаю, что они делают. Ну и маяк, конечно. Следующий мод у нас более декоративный. Он добавляет в игру разного рода источники света. Всякие настенные лампы, свечи, чаши. В общем, красиво, прикольно, ярко. Следующий мод, он, скажем так, будет поблажкой для тех, кто не любит слишком много бег. Этот мод добавляет вот такие вот тотемы в статую. Я не знаю, как это обозвать. В общем, при помощи них вы сможете телепортироваться по нашему миру. Крафт у них не дешевый. И для их использования нужны всякие там скрипты, книжки, которые тоже крафтятся. Но, согласитесь, они очень облегчат перемещение по миру. И давайте мы сразу переместимся на столб в никуда. Итак, как видите, мы уже в аду. То есть у этого тотема нет ограничения на какой-то вот биом, измерение. Можете использовать делку. Но главное, позволить его себе в крафте. И следующий мод, который я хотел вам показать, это мод на назеритовые вещи. То есть, как видите, трезубец, удочка, лук, арбалет, элитры, щит, броня. В общем, теперь некоторые вещи можно сделать из назерита. Крафт у них, конечно, будет не дешевый. Но они будут стоить того. И также мод добавляет разные виды молотов. Молоты будут разрушать блоки примерно 3 на 3. Куда уж, например, будут ломать 3 на 3 блоки. И следующий мод, он будет для тех, кто любит поформить всякий дроп с мобов. Извиняюсь. То есть, это у нас визор тотем. Если мы его сможем активировать. Кстати говоря, он будет очень редко встречаться в аду. Его можно, конечно, скрафтить. Но там используется одна голова физер-скелета. Очень дешевый крафт, как заметили. И при активации этого тотема у нас в углу экрана появляется значок. Который нам показывает, что теперь мобы усилились примерно в 5 раз. То есть, у них больше здоровья, больше урона. Но при этом с них будет выпадать более большое количество дропа. И как вот меня уже просили на сервере, чтобы я добавил Industrial Craft 2. К сожалению, он на эту сборку не пошел. Minecraft крашился сразу при запуске. Но я решил добавить мод на механизмы. Мой любимый мод. Механизмов тут тьма. Я уместил здесь примерно только 1 восьмую всего, что добавляет мод. Их очень много разных блоков. Вот это вот вкусненькая броня еще. Ладно, они попозже. И получается, вот добавляются разные прикольные вещи. То есть, там очень много всякого. Следующий мод у нас добавляет новые классные пещеры. Итак, я хочу сделать небольшую поправочку. Мод не на новые пещеры, а на новые пещеры и шахты жителей. Опять пещеры. В общем, вот такие вот у нас теперь будут замененные шахты жителей. На мой взгляд, очень красивые, прикольные. И очень интересно их будет поисследовать. И следующий мод у нас добавит драконов. Итак, как я уже сказал, мод у нас добавляет драконов. То есть, их яйца, броню, которая будет выпадать с чешуи. Точнее, мы будем крафтить из чешуи дракона вот такую вот броню. На самом деле, мод добавляет очень много разных приколов. Разные мобы, еда. В общем, я не смогу очень кратко рассказать. Вот из таких вот малышей мы сможем выращивать вот таких вот гигантов. Из-за которых фпс, кстати говоря, проседает. Ладно, не проседает. И думаю, последняя инстанция, куда мы телепортируемся, это... Ну, вы поняли. В общем... Пожалуй, в новый энд. Он добавит просто кучу разных биомов. Разные руды. Разную броню. Разные печи, наковальни. И... Впрочем... Давайте мы это узнаем тогда, когда будем играть на моем сервере. А теперь я, пожалуй, все-таки примкну к своему сценарию и немножечко выложу вам информации о новом сервере. Конечно, в новом сервере будет всего лишь, как повторюсь, уже 32 мода всего лишь. Ну, около 35. Я уже не помню, сколько их там. В общем, у нас нету прям каких-то вот там глобальных модов, которые ломают вообще понимание Майнкрафта. Там всякие танки, вертолеты, я не знаю. Такого нет. У нас есть мод на механизмы. У нас есть драконы. Есть новые пещеры, новые... Вообще, очень много всего прикольного. Все сделано ради того, чтобы вы больше путешествовали по миру. У вас была более глобальная цель. Не просто убить эндердракона, а добыть себе броню. Скрафтить в нее еще что-то прикольное. В общем, очень много всего интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!